приветствую вас друзья это продолжение предыдущего ролика тут мы поговорим об обновлениях которых нас ждут в destiny 2 которые нас ждут destiny 2 значит начнем мы именно с расширения что нас ждет в расширении 2 новая компания новые налеты новая планета это марс награды новой планеты новые рейд логово новые карты гарнила новое легендарное экзотическое снаряжение но в общем так далее так далее в общем то же самое что мы увидели в дополнение меркурий фактически одно и то же вот что касается дальше помимо этого эверверст вот это как раз статья которая надела массу шума о том что вот они переводят все в донат давайте почитаем мы напоминаем что последнее время чаши весов склонились в сторону магазина тесс эверверс не должна быть стать заменам постюжетного контента и наград поэтому мы вносим следующие изменения в грядущие сезоны напомню это у нас идет вот ближайшее время значит наш новый контент будет сфокусирован на наградах за выполнение задания а не на ярких энграммах это значит что призраки мотоциклы кораблей которые до сих пор можно было получить лишь ярких грамм будут выдаваться и в качестве наград за задание то есть это вот идет компенсация вы можете либо купить либо просто выпить мы дадим шанс получить игрокам всевозможные награды ярких энграмм включая праздничные граммы мы также предоставим возможность прямой покупки предмета а также возможность изменить яркую грамму чтобы игроки получили именно то что хотят если кто не в курсе вы когда заходите в яркую грамму через правую кнопку вы можете посмотреть что вам примерно выпадет мне кажется они сделают по примеру ход со если не ошибаюсь вот там просто за дополнительную плату то есть за какие-нибудь там яркую пыль за 10 вы можете ее скорее всего изменить вот я думаю у нас будет пример именно такой же как в данной игре следующее о чем нужно сказать это то что у нас 13 февраля вводится мероприятие багряные дни что же это такое за прохождение сумеречного налета рейда рубежа багряных дней игроки получат эксклюзивный легендарный жест но это фигня на самом деле украшение для оружия экзотический мотоцикл то есть это уже интересней во время мероприятия багряные дни за каждый новый уровень игроки будут получать 2 н грамм и не одно ответ багряную и светящуюся то есть яркую багряные н граммы также можно будет получить за завершение матчей багряных дней а также за достижение рубежей багряных дней за каждым из персонажей каждая багряная н грамма будет работать под принципу рукавой н граммы рукавая н грамма напоминает у нас у торговца зура за 97 кристаллов то есть вы с большой вероятностью получите новую награду при каждой расшифровке н граммы пока не накопите все праздничные предметы то есть у вас они не будут повторяться будут суммироваться да но когда у вас соответственно накопится все предметы то они тогда начнут повторяться очень очень интересно смотрите дальше идет изменение в наградах рейда потому что сейчас многие кто ходит вот лично за себя скажу да фактически мне там ничего не надо выбивать у меня этих жетонов там 200 штук они просто валяются и никому не нужно потому что у меня есть из обычного левиафана из престижного из прожирателя миров и так далее смотрите мы бы пересмотрели награды рейда и приняли решение здесь сделать их более уникальными интересными честно говоря не понимаю что это теперь за прохождение рейда вы можете получить также уникальные бонусы рейды возможно какая-нибудь эмблема мы будем также мы будем также чтобы игроки гарантированно вот этот перевод мы будем также хотим нормально чтобы игроки гарантированно получали награды среда после каждого завершенного столкновения торговец рейда вот смотрите читать внимательно торговец рейда теперь будет продавать оружие броню левиафаны и пожирателей миров за знаки рейда и легендарные осколки но я как понял и легендарные и знаки рейда соответственно если вам что-то не падает взяли это и купили на мой взгляд это удобное решение мы также планируем добавить нового призрака с бонусами рейда как я понял это скорее всего будет у нас либо и легендарка либо экзотика которая может выпасть качестве награды за завершение одного из столкновений левиафан пожиратели миров в будущем мы хотим создать больше эксклюзивных наград для рейда и других заданий на мой взгляд это очень классно потому что действительно в рейдах например того же призрака не хватает да да и при том призрака для рейдов просто нет теперь мы поговорим по поводу сумеречного налета в общем там вводится система очков это феврале будет вместо времени то есть такая же система как действовала в destiny 1 правда с некоторыми изменениями то есть можно будет выбрать модификатор кстати как это действовало в первой destiny вы можете написать ниже таким образом группе игроков смогут состязаться в быстроте и эффективность тем самым людям надо будет туда ходить чтобы присоревноваться ну вот это привлечет игроков опять же в игру обратно имеется ввиду игроки набравшие определенное количество очков то есть вы будет будете получать внутриигровые награды также они планируют это сделать потом клановая потом это сообщество полное рекорды имеется ввиду по поводу модификаторов кстати модификаторы 2.0 тоже очень важная вещь я считаю модификаторы сейчас актуальна подвижность стойкость и кинетика да наверное и также восстановление да вот эти четыре модификатора остальные так посредственно так вот они пытаются будут пытаться по крайней мере перебалансить их и сделать более эффективными да то есть мне кажется они смогут тем самым именно сделать то есть человек сможет себе заточку на гранаты сделать на скорость восстановления навыков чего сейчас просто нет вот поэтому на мой взгляд очень эффективная вещь далее по поводу чата вот мне спрашивали чат добавят башни на пк мы добавим текстовый чат в локации башня версии для пк то есть какой-никакой но у нас все-таки чат появится наконец таки также очень важны члена боевой группы на карте будут появляться то есть заметили когда мы допустим находимся к примеру на неси телепортируемся быстрым перемещением на другую точку мы не знаем где наш союзник находится теперь же это будет показываться я считаю это надо было вводить в самом начале они сейчас потому что не сейчас то тоже важно вводить но правда это все с каким-то запозданием идет ну и последок мы поговорим по поводу горнил очень много изменений на самом деле и на мой взгляд очень интересные смотрите первое у нас добавится ранги горнила чего не хватало мы сейчас лезем на какой-то сторонний сайт смотрим там свою вот например на destiny stat leader да вот этот например вот то есть там мы смотрим алмазом и там платина до топы и так далее да теперь нам не надо будет лезть смотрите у нас появится максимальный ранг как я понял легенда 5 500 он будет требовать у нас вводится отвага и слава так вот отвага это то что у вас будет нарабатываться просто за горнила поражение никак не будет влиять на нее а вот слава это то что обычно по примеру всех игр идет до победили вырос рейтинг проиграли упал далее тоже немаловажно это для пвп команд для тренировки испытаний девяти например закрытый матч и наконец таки они у нас появятся обратить внимание очень важная вещь на мой взгляд для пвп уж очень так что это крутое изменение также у нас появится плейлист 6 на 6 о чем я и говорил то что у нас было в первой части на мой взгляд иногда не хватает мяса и ну просто вот иногда поиграть для души да и 6 на 6 тут просто идеально поэтому я всеми руками и ногами за это так же у нас будет в дополнение баланс оружие способности баланс экзотическую оружие брони сезонная репутация лучше не улучшение железного знамени и гонки фракций в общем тут ничего такого интересного нет да кстати еще добавить на 50 мест в хранилище но на мой взгляд для тех кто любит собирать мусор этого мало ну и так пару слов по поводу осени ничего сверх естественно тут нет единственное будет добавлено в горнила стычка что это за режим будет это неизвестно вот такие изменения нас ждут в ближайшее время до лето в основном это у нас январь-февраль весна вот и я думаю это может реально вернуть игроков в игру те кто ее очень жестко хайл потому что она становится более социальной чем раньше на этом у меня все спасибо что смотрели подписывайтесь на группу на канал пишите свои комментарии ниже всех благ